Самуил После того, как в Вифлееме у Руфи родился сын, прошли годы. Бог подарил маленького сына еще одной матери. Эту мать звали Анна. Она страстно желала иметь сына и искренне молилась Богу об этом великом даре. Поэтому ее ребенок был для нее особой радостью. Она даже не раздумывала, как называть своего сыночка. Анна дала ему имя Самуил, что значит «Бог услышал». Бог услышал молитву матери и послал ей по желанию ее сердца. Анна прижимала к себе милого младенца. Он был ее собственным и все же принадлежал он и Богу. В своих молитвах она обещала отдать его Богу, чтобы мальчик служил ему в святом храме. Совсем недолго могла она держать сыночка при себе. Шли месяцы, потом годы, и Самуил стал достаточно большим, чтобы бегать и заботиться о себе. Он больше не нуждался в том, чтобы его носили на руках. Затем пришло время, когда она отвела его к Илью, священнику Божьему. Мать оставила его воспытываться в храме и учиться быть слугой Божьим. Может быть, сначала Самуил плакал за своей матерью, потому что он был совсем маленьким мальчиком и, должно быть, чувствовал себя чужим и одиноким без нее. Очень скоро он снова стал счастливым, полюбил старого священника и новую жизнь. Но мать его страдала больше, она очень сильно скучала по нему, ведь матери не забывают так быстро, как это бывает у детей. Хотя Анна и отдала его Богу, он все же был ее сыном. Каждый год она возвращалась к нему и в течение долгих месяцев между посещениями шила ему маленькую одежду из красивого голубого материала. Обшивала она ее каймой с красивой вышивкой, выполненной синими, пурпурными и алыми цветами нитей. Узор был похож на гранатовые зерна. Как только приближался его день рождения, мат приносила ему новую одежду. Так как он рос, то и одежду каждый год она делала чуть больше. Как только Самуил стал достаточно взрослым, Ильи, старый священник, стал учить его, как служить Богу, помогая в храме. Самуил выполнял роль маленького слуги, помогая Илью, и тоже носил льняной стихарь, или эфот, как его называли. Несмотря на то, что он был еще маленьким, священник уже видел, что он был честным, храбрым и послушным мальчиком, которому можно доверять. Он добросовестно выполнял свою работу, и когда Ильи стал уже слабым, и зрение его помутнело, маленький служитель с его ясным зрением и проворными шагами стал одновременно глазами и ногами для старого священника. Кроме того, что Ильи старел и становился слабым, он с каждым днем становился несчастнее. Два его сына были порочными и непослушными. Они учили Божий народ тоже делать грех. Ильи не хотел доказывать их так, как они того заслуживали. Поэтому в конце концов пришло время, когда Бог взял наказание в свои руки. Бог заранее решил предупредить Илья, потому что старый священник был его слугой. Однажды ночью пришло послание Бога, произнесенное его собственным голосом. Бог обратился не к великому священнику, а к скромному маленькому служителю. Был поздний вечер, вся дневная работа была закончена, и Ильи пошел отдыхать. Лампа в храме тускло горела, фитилек слабо мерцал, грозась совсем погаснуть и оставить святое место в темноте. Самуил, утомленный дневной работой, крепко спал, как и любой другой парнишка в его возрасте. Вдруг он резко проснулся. Кто-то позвал его. Самуил, Самуил! Вот я с готовностью ответил мальчик. Может быть, старому священнику стало плохо, и он звал его. Самуил быстро вскочил с постели и побежал к Ильи. Старик лежал совершенно спокойно, и когда Самуил спросил его, зачем он звал его, тот тихо ответил, «Я не звал тебя, иди ложись». Все это выглядело очень странно. Возможно, ему все же приснилось, поэтому Самуил вернулся, лег в постель и скоро снова крепко заснул. Вдруг снова раздался голос, «Самуил!». В этот раз Самуил точно знал, что это не сон. Он снова побежал к Ильи и снова спросил, «Вот я! Ты точно звал меня!» «Я не звал тебя, сын мой!» Ответил Ильи. «Иди ложись!» Когда же это случилось третий раз, и маленькая фигурка мальчика стояла у постели священника, уверяя, «Ты звал меня!» Ильи вдруг понял, что это был Бог. Его голос слышал мальчик. «Иди ложись!» Ласково сказал он растерянному мальчику. «Если он снова позовет тебя, то ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой!» Самуил усвоил драгоценный урок. Он должен был делать то, что ему говорили, не задавая вопросов. Без единого возражения он снова вернулся в свою постель. Неужели Ильи имел в виду, что это Господь звал его? Великий, всемогущий Бог, чей ковчег находился в святом месте за завесой синего, пурпурного и алого цветов, охраняемый херувимами. Самуил он всегда казался неприступным. Неужели голос, который звал его, действительно был голосом самого Бога? Если это так, то великий и святой Бог должен был все время видеть и знать маленького слугу в своем доме. В это время опять раздался голос «Самуил! Самуил!» На этот раз Самуил внимательно прислушивался и с готовностью быстро ответил. «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Бог знал, что его маленькому слуге можно доверить послание, хотя оно и было страшным. Он сказал Самуилу, что на старого священника Илья и его нечестивых сыновей обрушится страшное наказание. Оно будет таким ужасным, что даже у людей, услышавших об этом, засвенит в ушах. В эту ночь Самуил больше не мог услышать. Голос Бога звучал в его ушах и в сердце. Он знал, что Илья спросит его о том, что сказал Бог, и он должен будет передать ему это ужасное послание. Наконец, забрезжил рассвет и начал проникать внутрь. Настало время открыть двери Божьего дома. Маленький слуга в льняном ифоне, как обычно, стоял на своем месте. Но сегодня его сияющее юное лицо было омрачено и встревожено. В его ясных глазах отражался благоговейный страх. Зов, которого он так боялся, раздался слишком рано. И впервые звук голоса Илья не был для него желанный. «Самуил, сын мой!» — позвал старик. Самуил мгновенно подошел и стал рядом с ним. «Вот я!» — произнес он. «Что сказал тебе Господь?» — спросил Илья. Его глаза были тусклыми, но он был уверен, что взгляд мальчика был встревоженный и испуганный. «Не скрой от меня!» «То и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе!» Самуил знал, что теперь ему нечего скрывать. Он должен был рассказать все. Мальчик слово в слово повторил Божье послание. И Илья слушала его, склонил голову. «Бедный старик!» Священник не был строгим отцом, но он был верным слугой и знал, что Бог справедлив. «Он Господь!» — вздохнул он. «Пусть делает все, что ему угодно!» С того дня для Самуила все изменилось. С каждым годом он все больше и больше учился любить и служить Богу, который говорил с ним и доверял ему. С течением лет люди, поклонявшиеся в храме, начали узнавать, что маленький мальчик, который был таким верным служителем, был избран самим Богом. Самуил был призван быть пророком Господа. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»